Более 116 миллионов долларов экспорт туристических услуг в Беларуси за полгода. В основном приезжают в нашу страну гости из России, Литвы, Латвии и Китая. Этому способствует безвизовый режим. Не уступает и внутренний туризм. Развивается более 20 видов. Самый популярный санаторно-курортный отдых. В этом трудовом семестре участниками студотрядовского движения Могилевской области стали более 6 тысяч человек. В сравнении с прошлым годом количество желающих увеличилось почти вдвое. Сейчас ребята продолжают работать в сельхозорганизациях на уборке урожая овощей и фруктов, а также на различных предприятиях и в лесохозяйственных учреждениях. РИК согласил новую стоимость репетиционного тестирования. Теперь за прохождение пробного испытания за один предмет нужно заплатить 9 рублей 90 копеек. Раньше было чуть больше 8. Первый этап пройдет с октября по декабрь 2023. Второй запланирован на январь-февраль 2024. Третий с марта по апрель. Всего проверить свои знания можно по 15 предметам. В УВД Бобруйского горсполкома призывают добровольно сдать оружие. Сделать это можно с 9 по 13 октября. Обращаться необходимо в дежурную часть. Информацию о том, кто и где незаконно хранит боеприпасы, взрывчатые вещества можно сообщить по номерам 77 97 81 или 102. Нелегальным владельцам грозит наказание. От исправительных работ до 12 лет лишения свободы. В Беларуси в самом разгаре грибной сезон. В массивах полно опят, боровиков, груздей и лисичек. МЧС советует любителям тихой охоты во время похода в лес надевать броскую одежду, брать с собой заряженный телефон, воду и пищу, а также сообщить близким о маршруте. За это лето потерялись 128 человек. Осенью ситуация остается напряженной. Спасатели работают в усиленном режиме.